История за пределами учебников Президент общества изучения истории отечественных спецслужб И член научного совета российского военно-исторического общества Это не все его титулы еще Еще профессор МГПУ Александр Александрович Зданович Прошу любить и жаловать Здравствуйте, Александр Александрович Добрый день Ну вот что, в ровно 80 лет тому назад 26 мая 1937 года Был арестован Тухачевский И жить ему после этого осталось всего-то две недели Потому что 11 июня В течение одного дня прошел судебный процесс Над группой высшего командования Высших командиров РККА Приговор был всем смертная казнь В тот же день их расстреляли Говорят, что тела сожгли в футиматории Ну а потом в 50-х, в конце 50-х После смерти Сталина, если не ошибаюсь, в 57-м, да Всех тут же И реабилитировали Вот, Александр Александрович Я знаю, что вы достаточно плотно занимались вопросом Вот этого заговора Тухачевского Процесса по делу Тухачевского, да И там же еще куча, на самом деле Как бы сейчас сказали, генералов А тогда это были Командармы, да Первого ранга, второго ранга А вот Был ли на самом деле Тот заговор В котором Сталин и Ворошилов Обвиняли Тухачевского, этих генералов Или это, как нам сказали Вот начали говорить С начала перестройки Это сталинские репрессии Которые не были ни на чем основаны Потому что он тиран, людоед и убивец Вы знаете, я бы начал вот с чего Что как раз в 50-е годы После речи Хрущева на 20-м съезде Коммунистической партии С обвинением в культа личности Сталина После этого пошла волна Большая волна реабилитаций И, конечно же, властным структурам И, прежде всего, руководству ЦК Выгодно было показать тех людей Значимых людей Которые погибли в это страшное время В 37-38 году И одна из таких фигур была избрана Это, конечно, маршал Тухачевский Но сразу хотел бы заметить Что параллельно с процессом реабилитации Шел процесс зачистки архивов В то время Комитета государственной безопасности При Совете Министров СССР Зачистки с какой целью? Во-первых, Хрущев, конечно же, был очень взволнован После такой своей речи Тем, что могут и на него пальцем показывать А это так оно и было Он тоже принимал участие И его росписи стоят на смертных приговорах И большого количества людей Но второе Чтобы этих, во-первых, протоколов поменьше осталось Потому что, ну, как мы знаем Рукописи не горят, да? Многие документы делались в двух-трех копиях Рассылались в разные инстанции И, тем не менее Нужно было вот минимум-миниморум Этих документов оставить И вот в процессе вот этом Я бы сказал так же Сожжение вот этих уникальных исторических документов Я вообще это считаю преступлением перед историей Потому что больше мы этих документов Нигде не найдем и не увидим Было уничтожено дело Натухачевского Поэтому то, что я сейчас могу рассказать Это, конечно же, моя версия Основанная на косвенных различных доказательствах И так далее Потому что самого дела И никто не может нам сегодня другую версию навязать Потому что мы все столкнемся на том А где материал, где конкретные документы Кроме, к сожалению, самого уголовного дела И нескольких протоколов допроса самого Тухачевского Ничего по этому вопросу не осталось Но в 93-м году нашлись бойкие ребята Которые под видом сборника документов По военной истории России Издали ряд таких, связанных как раз С 20-м съездом и с реабилитацией материалов В том числе опубликовали справку Которая была подготовлена в 57-м году Комитетом госбезопасности При Совете Министров СССР И Генеральной прокуратурой Нам сейчас-то, конечно же, понятно Что и там, и там были выданы установки политические Никаких других вариациях Кроме того, что он был полностью невиновен И все эти военные, которые с ним прошли по процессу И других вариаций просто не было Надо было подогнать, грубо скажем, историческим материалом В 57-м подгоняли, что полностью виновен А сейчас надо было показать Абсолютно точно То есть, как бы, то же самое дело Но перевернутое с ног на голову Качели туда, сюда И вот эта справка была опубликована Туда привязали, конечно, очень много документов Которые тоже самое косвенно Какие-то вещи обеляли Тухачевского и других военачальников Какие-то опровергали И так далее Но на чем я хотел остановить внимание Застрянув в этой справке, к несчастью, к моему Как историка спецслужб Было очень много написано Что сами чекистские органы Еще до процесса Приложили руку к тому, чтобы этот процесс состоялся И накопление материалов шло многие годы И привязали все наши известные операции Которые проводила ГПУ АГПУ В 20-е, начале 30-х годов То, что сейчас можно назвать внешней разведкой Да, да, да Это и дело Трест Там и внешняя разведка И контрразведка активно работала И так далее Что якобы именно по этому делу Довели за границу информацию О том, что Тухачевский Это возглавляет некую военную группировку Которая выступает против советской власти Против большевиков И конкретно против Сталина Вот я ответственно могу сказать Что ни одного документа Ни одной строчки Подтверждающей это Я не видел Более того Есть указание Дзержинского Которое зафиксировано в документах О том, что ни в коем случае Имя и фамилию Тухачевского Не использовать в этом деле Но Почему чекисты первоначально это схватились Что можно было Легендированную организацию Трест Это монархическую организацию Центральной России Представить И как военное звено Это организации Группы военных Во главе с Тухачевским Потому что Хотя это вот именно Трест Да, да, да Операция Трест Да, с ней все и связано Начало вот этого всего дела И Пришло-то откуда? Потому что От иностранных Вы знаете Позвольте Буквально Так Коротенечко Справочку дам Да Насколько я в курсе А то радиослушатели Могут не знать Операция Трест И ряд других Таких же комбинаций Были разыграны Советскими спецслужбами Для того Чтобы выманивать В верхушку Белогвардейских Прочих Подрывных Организаций Боровшихся С советской властью Для этого Под видом Организовывались Псевдо Так сказать Монархические Я бы уточнил Даже легенды Вот такое было слово Введено Легенды Да Легендировались Забрасывались туда Люди Чекисты За границу Да Которые входили в доверие Потом притаскивали сюда Тех или иных руководителей Которых здесь Благополучно брали Там было много других задач В рамках этой операции Но не о ней сейчас речь Не об этой самой операции О том что в рамках ее использовали Действительно Единожды Эта фамилия Один раз прозвучала После этого После указания Зержинского Абсолютно прекратили И сказали что Тухачевский Отказался В этом деле не участвует Я имею ввиду В операции Трест И нигде больше нет Ни одного документа Где бы использовали Чекисты Имя Тухачевского Для того чтобы его Как-то скомпрометировать А я бы хотел обратить внимание Очень простая такая вещь А откуда идея-то У чекистов Родилась А белогвардейская иммиграция И прежде всего Руководители Включая Кутепова Миллера Генералы И некоторых других Они за границей Наша разведка Давала информацию Что они Оценивая ситуацию Внутри Советского Союза Думали Что он же бывший офицер Он Семеновский полк Гвардейский И так далее Кто может Как не он Возглавить вот эту фронту И подняться Так сказать Группу офицеров Военное крыло Да Военное крыло Вот этой организации Вот оттуда и была взята идея Не чекисты ее придумали Ее придумали в белой эмиграции Но это одна сторона вопроса Мы сейчас Извините Должны уйти на небольшой перерыв После которого Вернемся и продолжим Этот интереснейший диалог История За пределами учебников Радио Комсомольская правда Более сотни городов Вещания И многомиллионная Аудитория Барнаул 106,8 FM Вологда 99,2 FM Иркутск 91,5 FM Москва 97,2 FM Слушаем Всей страной История За пределами учебников И снова здравствуйте Это по-прежнему История за пределами учебников В студии Александр Гришин Политический обозреватель По сиплому голосу Вы поняли, что это я Вот И наш сегодняшний Замечательнейший гость Российский историк Генерал-лейтенант ФСБ Запаса Александр Александрович Зданович Мы продолжаем разговор По делу Тухачевского И других командармов Ну там же даже был Еще один комиссар По-моему Первого ранга Который застрелился Гомарник Начальник политуправления Главное Он не дошел до процесса Да Так я бы хотел закончить Вот ту идею И вот те две еще линии Которые развивались Уже в 90-е годы С конца 80-х В 90-е годы Что и через Бенеша Немецкая разведка подкинула И поляки подкинули нам информацию Бенеш – это президент Чехословакии Это президент Чехословакии Да Через свою разведку Немцы Немцы Без служб нацистской Германии Ничего этого обнаружено не было Но поляки-то это не просто даже Между собой обсуждали А поляки обсуждали это с немцами даже Может и были такие обсуждения Но еще раз повторяю Документальные основы Такой никакой нет А вот что есть Первое Во-первых Тухачевский Если начнем с 20-х годов И конца 20-х годов Это единственный военачальник Да наверное может быть единственный человек Тогда в Советском Союзе Перед кем Сталин Письменно извинился Это уникальный факт Потому что первоначально Он его обвинил Что когда Тухачевский Выдвинул Теорию Наступательных Упреждающих наступательных Операций И создание такого Технического оснащения Красной Армии Которую бы ни одна страна мира Не потянула В том числе и СССР бы не потянула И Сталин тогда его обвинил В попытках создать красный милитаризм Когда в стране крестьяне Еще в лаптях ходят А ты предлагаешь там тысячи танков Проходит буквально несколько лет И обстановка в мире меняется Угроза военной опасности Для Советского Союза возрастает И Сталин письменно извиняется Перед Тухачевским За то что он неправильно оценил Его тогда предложение И так далее Был достаточно резок В отношении его Это вот первое что я хотел бы определить И конечно же Тухачевского возвращают Из Ленинграда в Москву Но чтобы дальше об этом говорить Я бы хотел буквально одну фразу Добавить про самого Тухачевского В 31 году Когда было крупнейшее дело весна По которому арестовали Три с половиной тысячи Фактически бывших офицеров Царской армии Которые и служили в Красной армии И не служили в Красной армии В последующем В этот период времени Товарищ Тухачевский Написал статью И докладную записку Под названием Примерно я может не совсем точно Процитирую Но примерно Называлась Контрреволюция на военно-историческом фронте И в военной науке И обвинил Свечина Крупнейшего теоретика Еще с царских времен Крупнейшего теоретика В том что он проводит Контрреволюцию на военно-научном фронте И вот это я думаю И аукнулось ему потом Что он про других так написал Арестовали Свечина Он отсидел несколько лет Потом выпустили Конечно в 37-м году Он не пережил Эти события Но к сожалению История так повернула Что и Тухачевский на себя Бумерангом Да вот это все дело Это первое Ну и кстати говоря Ведь значительная часть Тех судей Да Которые судили Тухачевского И остальных командиров Они тоже потом были репрессированы Это тоже очень интересный момент И в связи с этим Как раз бы я и хотел продолжить Своё повествование Потому что Когда рассматривают Личность Тухачевского И то что с ним произошло В 37-м году Забываешь что он же не На Луне один был Да Высажен Как говорится Да Он Его окружали другие военачальники И как в любой корпорации Между военачальниками Складывались определенные Личностные и служебные отношения И не всегда они были Настолько добрыми Как описано Уже в литературе Начиная с 20-го съезда КПСС Очень были такие Ну например В 35-м году Ввели воинские звания Присваивают 5 первых маршалов А например Убаревич Командующий Белорусским военным округом У которого войск было Ну Военные наверное Историки Меня поправят Ну в несколько раз больше Чем в краснознаменной Дальневосточной армии У маршала Блюхера Которого сделали маршалом Понятно Здесь были политические Подоплека Определенные политические И так далее Но Убаревич имел Больше заслуг Значительно Да И для советской власти Больше сделал И командовал войсками Более крупными Он не получил маршала Как вы думаете Это тоже все Вот эти вещи Сказывались на взаимоотношениях Этих начальников Почему Когда мы оцениваем Что сам суд Над одной группой Военных генералов Да В нашем понимании Ну так Командармов Маршалов Осуществляют Другие маршалы И командармы Включая И маршала Егорова Да Вы посмотрите Ситу Которая потом Та же судьба Постигла Но они же Согласились Участвовать В этом Спектакле Скажем так А что это был спектакль У меня сомнений В этом нет Но На мой взгляд То что Я какой информацией Владею Я могу утверждать Одно Что заговор Конечно же Зрел Он не произошел Понятно Так задача чекистов И что сейчас Что и тогда было Не ударить по хвостам А предупредить Какой-то заговор Да Вот такая профилактическая Высказка Упредительно-профилактическая Работа И естественно Что этот заговор Если он и готовился А я считаю Что он готовился На ранней стадии Его чекисты Присекли И доложили Эту всю информацию Руководству Но Самый главный вопрос Который хотел бы подчеркнуть Что заговор-то шел Не против советской власти Не против большевистской партии И даже не против Сталина Заговор военных Существовал С моей точки зрения Против Ворошилова Они видели его Слабую компетенцию В военных вопросах Видели что он Недопонимает Тех условий В которых страна Будет воевать Если скоро война А война надвигалась уже Но в 35-м году Вы вспомните Выступление Тухачевского На форуме Советов Одном из заседаний Советов Где он сказал Что фактически Теперь главный враг У нас до 35-го года Была Польша Теперь стала Нацистская Германия Понятно что Рано или поздно Мы с нацистской Германией Столкнемся А к этому Надо принимать меры И они видели Что Тухачевский Недопонимает Недопонимает Многих вопросов И вот Заговор Извините пожалуйста Ворошилов Конечно же И заговор То был против него Фактически Если мы это Обрамляем Как заговор То есть Создалась группировка Военных Которые обсуждали Где-то на даче Что надо сместить Ворошилова Наиболее Компетентный И по должностному Положению Подходит на эту роль Наркома Военного наркома Тухачевский Первый зам Наркома И он будет проводить Ту линию Переоснащения Красной Армии Укрепление Красной Армии И они Не обращали Внимание на то А как остальная Страна живет Вот надо только Армию Так сказать Укрепить Технически Организационно Кадрово Как угодно Но забывая о том Что у нас только Прошла коллективизация Идет индустриализация Идет культурная революция Мы подтягиваем кадры Которые могли бы Той же самой техникой Которую он бы Ну наплодил бы он Там танков Наделали бы этих А кто управлял бы Этими танками Это же надо было создать Кадровый потенциал Определенный Начиная с младших лейтенантов Я бы сказал Даже с сержантов Водителей танков Которых тоже не было И мы знаем Сейчас последние Исследования историков Показные учения Под руководством В том числе и Тухачевского Которые проводились Как втирали очки Руководству страны Буквальным образом Втирали очки То есть Не в том было состояние Красной армии Которая готова была воевать Но Вот эти корпоративные Военные интересы На мой взгляд Они тогда превалировали И считалось Что мы спасем страну Спасем Тавурас Сталин Спасем большевистскую партию И советскую власть Если мы проведем Такие изменения И даже Есть определенные Воспоминания И утверждения Ворошилова Что это было В 1936 году После майского парада Они собрались Руководство страны А была такая традиция Руководство страны Приглашало Высший генералитет Высший командный состав Красной армии К себе на дачу В данном случае Это был Ворошилов Он же член политбюро И где обсуждались Так сказать В непринужденной беседе Какие-то вопросы И Тухачевский Гомарник И еще кто-то Подошли к Сталину Говорят Вот надо Принимать решение Ворошилов не способен Насколько известно Со слов Практически Ворошилова Сталин прекратил Этот разговор И говорит Переносим эту проблему На политбюро И все За исключением Одного Убаревича На заседании Политбюро Отказались От своих слов Которые произносили Тогда На вот этом Рауте Скажем так В том числе И Тухачевский Он извинялся Потом Что ну извините Перебрали немножко Мы Товарищи военные И вот такие мысли Начали озвучивать Но я уверен Что это было В реальности И это была Последняя попытка Реальная Легальная попытка Произвести вот такие Замены С помощью того же Сталина А потом Это все В виде подготовки Якобы заговора Переместилось На кухни На домашние веранды На дачи Куда-то И так далее Но уже На мой взгляд НКВД Здесь уже взяло Ситуацию под контроль И разные источники Из разных источников Включая Наверное Я так полагаю И применение Специальных технических средств Уже начали получать информацию Об этих разговорах Циркуляции слухов Вот этих Которых на Где варианты разные Рассматривались Мне вот если Как юристу Я рассуждаю Да Это вот начальная стадия Формирования умысла На проведение Каких-то преступных действий И мне кажется Что органы госбезопасности И вовремя пресекли Вот эту вот попытку Которая могла Вылиться Во что-то кровавое В очередное Какое-то торжественное мероприятие Мы сейчас Извините Должны уйти на небольшой перерыв После которого Вернемся И продолжим Этот интереснейший диалог История За пределами учебников Радио Комсомольская правда Более сотни городов Вещани И многомиллионная Аудитория Керчь 103,6 FM Севастополь 107,7 FM Симферополь 107,8 FM Москва 97,2 FM Слушаем Всей страной Мы продолжаем разговор По делу Тухачевского И других командармов В студии Александр Гришин Политический обозреватель И наш сегодняшний Замечательнейший Гость Российский Историк Генерал-лейтенант ФСБ Запаса Александр Александрович Зданович Ну давайте вспомним Например 18-й год Ведь что Английский разведчик Рейли планировал Ведь он же В 18-м году Планировал Всех И Троцкого Ленина И всех других На заседании Совнаркома Или Президиума В ЦИК Да Где они соберутся Это же самый лучший способ Где-то их изолировать Сразу И ликвидировать Вот мне кажется Такие возможные вопросы Обсуждались Ну не на официальном Понятном же уровне И так далее Поэтому вот эта информация И послужила Никакие Не Шелемберг Подкинул там Из Германии Да Не Бениш Там ничего не прислал Информации Сталину Поэтому Этих документов То поэтому и найти Не могут никак Ну извините Если Бениш Проинформировал По каналам Даже дипломатическим Через нашего посла Там или так далее Это должно как-то Так даже Где-то должно быть Это письмо Безусловно существовать Какая-то система Тем более Телеграммы шифрованные Шли там и так далее И так далее Ни одного из зацепки Вот сколько ученые Не занимались Найти не смогли А мне кажется Что эти материалы Если в каком-то варианте Они и были Вот они в этом деле Тухачевского Могли находиться И вот чтобы понять Вот бонапартийскую природу А я считаю Что таковая у него и была Натура была такая Вот как у Наполеона Бонапарта Да Это же начиналось Еще с начала 20-х годов И я Когда исследовал В своей Монографии Органы госбезопасности Красная армия Обеспечение безопасности Войск 23-й год Рассматривал Это первое рассмотрение Попытка Троцкого Да Воздействовать С помощью армии Он же и нарком военный был И председатель Реф-военсовета А Тухачевский Возглавлял Западный военный округ Командующим был Ну да Так вот туда поехал Дзержинский И по свидетствам Которые остались Забрал в особом отделе Западного округа Все материалы Которые были На Тухачевского Собраны И куда-то их увез И с этим И конец А что было Я предполагаю Что Дзержинский сказал Мы закрываем все материалы В том случае Если ты не поддерживаешь Троцкого И он Троцкого Не поддержал В 23-м году Но тем не менее Все что на него Было накоплено Оно вот этот шлейф Как говорится И шел И я понимаю Что вот как раз В этом деле Ну чтоб шляхтич Шляхтичу да не помог И это может быть Вы знаете Вот у нас Это же вам не украинский А партизанский отряд Из трех человек И это тоже сбрасывается С счетов нельзя Да Но я полагаю Здесь вот такая Позиция Большинства Руководства партии Выраженные Дзержинским Да При встрече с Тухачевским Она наверное и сработала И его убедили Что Тебя дальше карьера пойдет Все нормально будет Мы тебя поддержим И так далее Но Ты отойди в сторону Ни в каких мероприятиях В 23-м году не участвуй Ну после Варшавы 22-го года Я думаю Он и не мог На что-то претендовать Меня всегда Умиляло Когда я читал Вот сборничек Вышел он По-моему В 60-е годы Если я не ошибаюсь Воспоминаний Собрали всех людей Кто остался в живых Кто знал как-то Тухачевского И вот все эти байки Я их по-другому не называю Ну например Читаю одного Мы знаем Что Тухачевский Музыкой увлекался И даже Сам скрипки Из дерева Так сказать Пытался делать Я так Прикинул для себя Ну как у руководителя Наркомата обороны Одного из руководителей В сложной обстановке У него хватало Время и на это Значит он либо Не занимался ничем В наркомате обороны Занимался изготовлением Музыкальных инструментов Либо одно Либо другое И вот эти придумки разные Они вошли в обиход Это было очень выгодно Пока еще Хрущев был жив Пока до 64 года Пока самого Хрущева не убрали Это очень было выгодно Подавать всю вот эту материю Для того чтобы показать Вот и возвеличить Роль Тухачевского Я считаю что Вот я очень близко знаком С историком Из Орлаун Декан исторического факультета Сергей Минаков Он написал несколько книг Одна из первых его книг За отворотом Марса Кишинели Он как раз исследует вопросы Не просто Тухачевского А военной корпорации На уровне Руководства Красной Армии Что это были за люди Социальный состав Психологические характеристики Этих людей Взаимоотношения И вот если мы его книги Почитаем Тогда наши знания Значительно расширятся И представления о Тухачевском Погаснут многие Потому что Если мы на фоне Других военачальников Рассмотрим То были и Не хочется говорить Умнее его Но не дурнее его Были люди И выдвигали идеи Хорошие И много сделали Для строительства Красной Армии Никак не меньше Чем Тухачевский А если мы еще Другую сторону Посмотрим Как товарищ Тухачевский Многие проекты Технические Которые необоснованные Никак были Продвигал в жизни Тратились на это Кошмарные государственные деньги Тоже надо это Принимать во внимание Эти вещи все Но я не хочу сказать Что это был негодяй Или плохой человек Я хочу Не но жестокий он был Жестокий он был Так ну извините Почему в этих сборниках Нигде не говорилось Допустим О его участии в Антоновском восстании И применении газов В смысле Подавление Подавление Антоновского восстания Безусловно Потому что это же было Невыгодно В 50-е и 60-е годы Потому что лепился Образ Светлого Безрединого пятнышка Маршала Уничтоженного Сталина И вот на этом Противопоставлении Негодяй Сталин И прекрасный человек И замечательный военнослужащий Уникальный Можно сказать Даже маршал Тухачевский Вот и строилось Уничтожив которого Сталин обескровил Всю армию И оставил страну Беззащитной А вот это Очень Такой дискуссионный вопрос Мне приходится Встречаться с некоторыми Историками Которые говорят Что вот если бы Осталась та плеяда Нерасстрелянных командармов Вот мы бы там Немцам типа показали А на чем это основано Вот если мы посмотрим Их творческий путь Боевой путь И так далее Я уж не говорю Те кто командовал Кавалерийскими подразделениями И мы знаем Что война В 1941 года Началась по другому Немножко Танковые клинья И так далее В основном участвовали Вот никто И вот Кстати говоря Тогда Некчемность Ворошилова Как Военного стратегии Проявила И никто не может мне сказать Лучше было бы или хуже Но это гадать на кофейной гуще Никто не может сказать Так или так было Согласен А я еще придерживаюсь Другой например Что вот то молодое поколение Который резкий рост Получился Военачальников Из капитанов Ну может не из капитанов Но возьмите Рокоссовского Да возьмите Василевского Они конечно уже не из капитанов Там с комдивов К примеру пришли Но они поднялись наверх Да Хотя и Тухачевский Вернее Рокоссовский Просидел Некоторое время Так сказать В заключении И так далее Но вот эта плеяда Командармов Командующих фронтами Выдвинулась И они победили Они принесли нам победу Но я ничего не хочу сказать Возможно и Тухачевский Будь что-то в этом плане Сделал Но мне кажется Вот учитывая опыт Как он наступал на Варшаву Да И какая была в 20-х годах Полемика Это же была кошмарная полемика В военных кругах Сталкивались до искр Буквально Позиции разных людей Представителей Военной среды И военной науки Да Которые полностью Раскладывали Ошибки Стратегические ошибки Которые допускал Тухачевский Вот в той компании Наверное Если бы по-другому Она сложила Не, но поляков То он лихо отогнал Отогнал откуда? От Киева Ну от Киева Они же уже заняли Киев А наступление на Варшаву Возьмите Совсем другой вариант А столкновение Опять позиций Юго-западный фронт И западный Потому что там члены Рево-военсовета Сталина А здесь Тухачевский Это все вот Байки Придуманные Я даже не сказал Что байки Мифы запущенные Вот такие Чтобы определенную линию Вот эту Что Сталин сплошной негодяй И был с детских лет Еще негодяем А Тухачевский Вот с детских лет Наоборот Вот он Вот такой был Классный Так сказать парень И еще раз говорю Что я не обвиняю Ни в чем Тухачевского Я понимаю Что он из себя представлял Как личность Много этим вопросом занимался И для меня абсолютно ясно Что внутренне Он был готов К тому Если его поддержат Какие-то командармы Большого уровня И так далее Он был готов Пойти на самые решительные действия Вот я думаю Вот это я объяснял И еще раз повторяю Что ведь Те кто писал В 60-е 70-е Даже и сейчас Пишет некоторые Про Тухачевского Они берут заговор Как законченную фазу То есть вот заговор Состоялся Грубо скажем Начали уже стрелять Но их У стен Кремля Перехватали всех Но Любое преступление Имеет стадийность Формирование замысла Приискание Орудие преступления Сообщников И так далее А потом Какие-то фразы Подготовительные Вот мне кажется Что в данном случае Чекисты сработали На опережение И на стадии Формирования Вот этой головки Заговорщиков И на стадии Формирования У них умысла О том Как и что делать И пресекли Возможные Какие-то поползновения На власть В военном ведомстве Подчеркиваю Не советская власть Не против Сталина А против Ворошилова То есть Ну понятно Не ствержение Сталина Или уничтожение Сталина А ультиматум Сталина Определенный ультиматум Да Они его высказали Почему я исхожу Из этого Что май 36-го года Это показатель Это последняя легальная попытка Их убедить Выйти на Сталина Заменить военное руководство Ну а конкретно убрать Ворошилова И назначить Тухачевского Все остальное ушло В нелегальную область Такую И дальше уже Начинается разночтение Потому что Подчеркиваю Что материалы все На Тухачевского Ну так Оперативным языком Назовем Разработки его Да И некоторых других Командар Были уничтожены По указанию Хрущева Но ведь с этого дела Только начались То что Сейчас принято называть Сталинскими репрессиями Против Красной Армии Знаете У меня тут тоже своя есть Концепция Я не претендую на то Что она истина В последней инстанции Но полагаю Даже Вот Принимая определенные меры Вот к этой группе Заговорщиков Да Так Будем их уже определять Да Никто не ожидал И Сталин не мог ожидать Что психологически Эти люди будут сломаны Понятное дело Да Что могли к ним применять Какие-то репрессии Вот с одним из историков Я например Спорил и говорил А кто применял В период первых допросов Вообще не доказано Применялись ли Пытки какие-то Да К Тухачевскому А вот там говорят На одном из листочков Показаний Есть бурое пятно Которое Кровь Да Я говорю Извините пожалуйста Но есть люди У которых потенциально Течет кровь Из носа Из носа Палец мог порезать Вот например Перед вами Может быть А я говорю А примите Психологическое состояние Да Вчера ты маршал При погонах Крупный командующий Пускай уже округом Ну не важно А сегодня ты в Лубянской тюрьме сидишь С тебя содраны погоны И так далее Ну не погоны Ну да Петлицы там Ну я условно говорю Погоны тогда не было Ордена Ордена Вот в каком психологическом состоянии А вы посмотрите его почерк Вот первый протокол Где он дает показания Ровным Обычным почерком Психологов привлеките Да Если хотите И они вам скажут Конечно человек Эмоциональное напряжение Наверное они почувствуют из этого Но никаких так сказать Угловатых Значит Закорючек Он не ставил Как бы избитый Да До конца Трясущейся руки Да И никто этого не доказал На сегодняшний день Ну просто нет Не было такого Но никто я думаю Из руководства Затевая все эти мероприятия Не думал Что эти герои Гражданской войны Стальные революционеры Как их называли Да Так же как кстати Партийные деятели Не только военные Ну да Но на военных Мы как-то вообще говорим Что это же люди Гордость Гордость Это как говорили Гвозь бы делать Гвозь бы делать Из этих людей Да И вдруг они начали Оговаривать И понес Как снежный ком Сказал про 5 человек Арестовывает этих 5 человек Они еще там Насколько-то наговаривают Вот я вам просто Приведу пример К сожалению Я не помню этого человека Фамилию Замечательный Бывший царский офицер В этот период времени 37-го года Он командовал Академией Генерального штаба Так вот я смотрел Вот дело Уголовное Архивное Он ни себя не оговорил И ни про одного Своего коллегу Дурного слова не сказал А уж его как лупили Так сказать При тех методах допроса Которые были Да В тот период времени Ну очень серьезно Я бы сказал И тем не менее Этот человек выдержал Психологически Да его расстреляли Но он ни одного человека Не оговорил Мы сейчас извините Должны уйти на небольшой перерыв После которого вернемся И продолжим этот интереснейший диалог История За пределами учебников Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Таганрог 104,4 FM Ставрополь 105,7 FM Тюмень 99,6 FM Москва 97,2 FM Слушаем всей страной История За пределами учебников Мы продолжаем разговор По делу Тухачевского И других командармов В студии Александр Гришин Политический обозреватель И наш сегодняшний Замечательнейший гость Российский историк Генерал-лейтенант ФСБ Запаса Александр Александрович Зданович Товарищ Ежов Ведь вычищал мусор После Егоды Сначала из органов А потом Видимо решил Из армии По большему У Ежови У меня свое представление Я считаю Что этот карлик Негодяй Последний Его другими словами Просто характеризовать Нельзя Даже по сравнению С Игодой Даже по сравнению С Берией Лаврентий Павловичем Который после него Заступил Я Лаврентия Павловича Уважаю на самом деле Меня извините Ну а почему Извиняться надо У каждого Может быть свое мнение У нас По моему По отношению К Берии У нас Столько клеветы Уже вышло Я с этим Абсолютно согласен Но я просто Хотел сказать Что вот этот Карлик Который занимал Должность руководителя Фактически Всей кадровой Политики ЦК Который курировал НКВД А потом стал И наркомом Он Это личность Которая Из-за своих Амбиций Вот этих Я не хочу Никого обидеть Кто Ростом Природа дала Вот невысокого роста Быть Но к сожалению Вот мы знаем Много примеров У которых Вот эти амбиции Человеческие У этих людей Иногда перехлестывают За борт Так сказать Возможного А этот еще Сам по себе Негодяй был И поэтому Я его по другому Не оцениваю Вот из всех Руководителей Органов Госбезопасности Самый большой Негодяй Это абсолютный Даже абсолютный Я бы сказал Негодяй Вернее Даже я неправильно Я поправлюсь Нельзя Вообще считать Других людей Руководителей Органов Какими-то Там негодяями Да они допускали Ошибки Да они свои взгляды Какие-то имели А это просто Негодяй И вот стечение Вот таких обстоятельств Наверное наличие Этих материалов О которых я говорю Которые уничтожили Личностные качества Ижова И определенная Подозрительность Сталина А как не подозревать Ведь все же Исключают Из объекта изучения Что? Что в этот период Идет испанская война Да И мы столкнулись Показания Откровенно пишет Вот я закончил Количество людей А если мы возьмем Что в армии Вообще в 20-е годы Нищенствовали офицеры Буквальным образом Да Я даже такой факт скажу Когда сокращение Шло красной армии Никто иной Как органы госбезопасности Принимали все меры К тому Что их трудоустроить Уволенных офицеров Потому что Они понимали Что это может создаться Ядро Очень серьезное Антиправительственное Так сказать Антибольшевистское И так далее Ох Александр Александрович Я Ну мы наверное Не вольно Это все в тему Это все в тему На самом деле Но не вольно Аналогии с 90-ми годами Да Абсолютно аналогии Говорят параллели не сходятся Есть такое выражение Да исторические параллели Но они повторяются Но где-то на каком-то уровне Да они повторяются Многие вещи ведь Можно рассмотреть Того периода И этого периода И надо просто не забывать Не вырывать то Что произошло вот В 37-м году Не вырывать Из общего контекста И международной обстановки И обстановки в стране Да И угрозы войны Будущей И то что происходило В Испании Вот этой пятой колонны Еще раз вспоминаю Оттуда же и пошло понятие Ну да Тайных сил Которые могут В нужный момент Поспособствовать Против Я наступаю на Мадрид Четырьмя колоннами Но изнутри Из города И именно Там не придет Издаст город И поэтому Знаете Ну Мне кажется Что Я не оправдую Сталина Не оправдую другое руководство Конечно Это трагическая страница Наша история Очень трагическая страница Но к сожалению Многие фигуранты Этой трагической истории Дали большие поводы Для того Чтоб с ними Как-то разобрались Это не значит Что их надо было расстреливать Наверное Ну По сегодняшнему Взяли Уволили в Оставку Да там Или еще куда-то А вот тогда По-другому поступали Ну понимаете Может Ежов Просто как Хрущев В свое время Встречный план брал Потому что Хрущев уже писал записки Сталину Что мало там Типа пять тысяч Репрессировать Беру обязательства Репрессировать Надо любым способом Уничтожить Потому что мы находимся В условиях Приближающейся войны То есть он Инициировал Все это дело И теоретически Если хотите Да Причем я когда читал Эти записки Я вам скажу Что Это извращенный умом Так можно было изложить Но изложено Неплохо Но логика есть Логика есть Абсолютная И вот на основе Этой концепции Наверное Он и убедил Сталину А Сталин действительно Обладал качественными Такими подозрительностями И так далее Это уже доказано Многочисленными Экспертными Заключениями И так далее И ему вот это Как бы Вот оно Обоснование Что я действительно Правильно мыслю И так далее Ну и конечно же Надо абсолютно Правильно учитывать Что была еще Определенная Борьба Между ведомствами Да Ну например Я точно НКВД и Красноярм Конечно Я абсолютно точно знаю Что Ворошилов Недолюбливал Так мягко скажем Органы государственной безопасности Потому что Они напрямую Докладывали Сталину О тех безобразиях В течение 20-30-х годов Которые творились в армии Вот и все А ему как наркому Приходилось Сталин видимо его вызывал И говорил Климент Что у тебя там происходит В армии А там были и тенденции Вот например Я посмотрел К одному из пленмов ЦК В архиве Опять же Уже в фонде Дзержинского В этом же самом архиве Лежат документы Которые готовились Для одного из пленмов Но к сожалению Феликс Дзержинский Не смог на нем Принять участие Поскольку скончался Неожиданно Трагически И ввиду болезни Серьезной А вот материалы Которые были подготовлены В состоянии Красной Армии Они сохранились Так вы знаете Когда я их читал Вот берешь Официальное описание По Красной Армии Да Ну Примерно так Крепка броня И наши танки быстрые И читаешь Докладные записки Чекистов Из внутренних источников Ведь это же была Агентура Среди тех же Командиров Красной Армии И так далее Которые давали реалии А что в реалии Картинка Это вот такая вывеска А в реалии Состоит вот что И эта вся картинка Докладывалась наверх Руководству Для принятия Определенных решений Конечно же Мне кажется Что и вот такое Противостояние Определенное Оно сыграло Свою Роль И личностное В том числе Недаром я упомянул Опять же Сережу Минакова Хорошего историка Которого я очень ценю Который несколько книг Написал В том числе И по заговору Тухачевского Кстати говоря Они и сейчас есть В продаже Даже эти книги Недавно вышедшие Он как раз Оценивал не просто Тухачевского А вот эту категорию Людей Высшего командного состава Брал допустим От командармов И выше И смотрел Кто это были такие Что это были за люди Их психологические И вот когда мы Вот в комплексе Все это дело берем Многие вопросы Отпадают Ну естественно Конечно не тот вопрос Что надо было Их всех расстрелять Да Но что надо было Или воспитательные меры К ним принимать Или увольнять Там или еще что-то У меня например Сложилось мнение Что наверное надо было Ну идеологическая Как бы работа Дала свои плоды Для населения В те годы Красный командир Практически любой Да Красный командир Всегда Это было Что гордо Стоит на пьедестале Так и сейчас А как же И сейчас Посмотрите Какой авторитет У армии сейчас Замечательно Просто замечательно Ну это Владимир Владимирович Восстановил Потому что в 90-е Наш президент Я только его имею ввиду Что если бы не он Она бы так и провалилась В 90-е Да Когда и выводили И не платили И все остальное И офицеры бегали Подрабатывали грузчиками Лучше не вспоминать На самом деле Хотя для кого-то 90-е Это святые Свободные Я не беру на себя Такую ответственность Утверждать Еще раз повторяю Что к сожалению Материалы были уничтожены И я беру Из разных Так сказать Разные аспекты Свожу в один И пришел К той вот Позиции Которую я вот Изложил в нашей Это была история За пределами учебников Я Александр Гришин Политический обозреватель Комсомольской правды И сегодня у нас в гостях Был Российский историк Генерал-лейтенант ФСБ В запасе Президент Общества изучения Истории Отечественных спецслужб Член Научного совета Российского военно-исторического Общества Александр Александрович Зданович Большое спасибо Александр Александрович Оставайтесь с нами Спасибо, что пригласили И позволили Выразить мою версию Тех событий Которых сейчас Мы будем Иметь В 80 лет Уже этих событий Оставайтесь с нами И дальше История За пределами учебников